Всем большой привет! И это снова влог от меня, только это уже путиконная рутина вместе с Камилой. Санька отдыхает в ливаде, поэтому я пришла ее забирать, а Камила будет забирать чипсы. Мы сейчас отправимся в конюшню, там будем чиститься ситуация и посмотрим насчет какую тренировку будем проводить. Да, вот мы уже пришли, почему-то не очень хотела вставать на развязки, очень странно. Смотрите, какой красивый конь у Камилы, и он такой маленький по сравнению с Саней. Я взяла щетку и уже подхожу к Санечке. Сегодня она какая-то сонная и не в настроении. Сегодня у нас такая бы хэллоуинская атмосферка, поэтому я надеваю оранжевый комплект на Саньку. Мы уже поселали лошадей, поэтому выводим их, садимся и уже едем на пас. На улице так красиво, листья уже покраснели, пожелтели и уже прямо видно, что наступила осень. Деньки последние холодные уже у нас появились, поэтому мы даже наскоро будем удивляться. Я уже присматриваю попонку Саньки, поэтому когда она приедет, когда я ее закажу, я ее выложу в телеграм-канал. Подписывайтесь. Чипс почему-то сегодня вечно козлил на Сане, поэтому мне пришлось перейти на другую сторону. А когда мы перешли, он решил скинуть Камилу, и мы еле как ее обошли. Это снова Камила решила полетать. Видимо, ей очень нравится. И ей, мне кажется, нужно было идти не на конный спорт, а на пилота. Сделали с Санькой такой серпантин. Сейчас Камила делает вольт, а потом их великолепие пошло с шагом там, где у нас должен был быть вольт, поэтому мы врезались с Санькой. Сегодня у нее была какая-то неудачная тренировка, потому что были вечные закидки и разные козлы. К сожалению, я завела ее слишком поздно, и она меня скинула. Сегодня мы приехали в другой КСК. Тут очень красивый хэллоуинский барьер. Саня меня скинула, а следом чипс повторил за ней. Саншайн устал, поэтому мы шагаем, а Камила, видно, решила постоять. Чипс очень захотел почесаться. А мне сегодня очень даже понравился вкус песка. Я даже не знаю, почему Санька так решила меня поскидывать. Видно, у нее было сегодня слишком плохое настроение. Потом я решила приехать в мини-маршрутик такой из датыковок, махоморов и листиков. Сегодня мы достаточно напрягли и поработали кони, поэтому мы уже начинаем шагать. Они очень устали. Мы немножко отдохнули и через часик поехали на кросс-кантри. На самом последнем препятствии Камила упала. Мы уже у меня на конюшне, я расседала копылу и надела нелюбовик. И сейчас мы идем на тренировочный плац. Кто не следит за моим телеграм-каналом, подписывайтесь. Мы тренируемся, готовимся к выводке. Мы еще не знаем, на какую выводку пойдем, но мы очень хотим, поэтому мы начинаем готовиться. До России мы пытаемся делать вводки, но у нас почему-то пока что не получается. Она идет шагом иногда. Заметили, какие красиво у меня появились бинты, колокольчики и недоуздок. Также я заказала вольтрап, но, к сожалению, он еще в доставке. Его почему-то задержали. Ну прикольно же получается то, что у Лисы-Лисы появляется вот такой вот комплект. Я завела Саню в леваду и они с чипсами очень хорошо даже подружились. Сейчас мне нужно поработать руку и лошадь, поэтому я надвигаю свою конюшну. Моя подруга пока что тусуется в леваде, поэтому она закроет колетку чуть позже. Вот я уже подошла к Денику. Это принцесса, арабская кобыла. Это кобыла когда-то была моя частная, и я очень даже по ней скучаю, потому что мы с ней провели в достаточно продолжительное время. С ней у нас сейчас должна быть войсковая тренировка, поэтому сейчас я подберу ей комплектик, и мы уже будем выезжать на плац. Я уже завела ее на плац и затягиваю в тупругу. Я очень давно с ней не занималась, и я очень заскучилась, поэтому сейчас я довольно... Камилу сейчас поседала лошадь Лиди, и занимаемся вместе с ней. Лиди это ее частная кобыла, с ней когда-то занимались выездкой, но после того, как она ее купила, она у нее пошла в конкурс. Камилу очень захотела в туалет, поэтому она отошла, а кобылу оставила мне под присмотром. Камилу сказала, чтобы она не ела песок, но как-то у меня не получилось уследить за ней, и она кушала песок. Я даже не знала, как растянуть. Она сказала, чтобы она не лежала, и на видео вы можете смотреть за тем, как я наблюдаю за кобылой. Кобыла молодая, и я очень боялась, что она убежит, потому что у молодых такое на голове. А вот она и легла. Камила уже вернулась и бежит к своей лошади. Камила Камила Переходим в голову, только посмотрите, какой он у нее прекрасный, очень мягкий, и она мне очень удобна. Потом мы начали делать расширенный голову. Нас подрезали Камила с Лети, поэтому принцесса сошла с пути и очень испугалась. Не забываем с принцессой про вольтики. Кобыла у Камилы резко понеслась, и она чуть не упала. Сейчас мы уже едем на Реси, а кобыла у Камилы все еще летает по плаву. Только когда мы начали делать смену направлений, они уже перестали летать. Начинаем делать серпантин. Сейчас мы доедем до буквы С и начнем делать упражнение каплю. А теперь мы переходим в расширенный шаг и отдыхаем. А Камила же снова носится непонятно как и непонятно где. Летают они по забору и по всему прочему месту. Мы немножко отдохнули и начинаем делать расширенную рысь. Пока Леди и Камилы ходят по внутреннему кругу плаца. У Леди очень смешная реакция. Она встала и не понимает, как принцесса делает расширенные люлы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока я дошагивала кобылу, Камила решила отвезти свою лечь и расширать. Субтитры создавал DimaTorzok Я отвожу принцессу и поручу Камиле ее расселать, а с ее Леди я пойду чуть-чуть позанимаюсь в руках. Леди увидела яблоки в ведре и пошла во муничник. Мне же пришлось ее чуть-чуть пресечь и мы пошли на плац. Она кусалась и вообще не хотела идти со мной. Мне Камила принесла шамбарьер и сейчас я буду гонять ее кобылу. Сразу с шагом сделали переход в рысь, а потом Леди решила остановиться и почесаться, потому что ее закусали мошки. Субтитры создавал DimaTorzok Леди еле пилась, поэтому мне пришлось подгонять ее чуть-чуть шамбарьеру. так откуда ну тише тише давай вытер полный голову молодец а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Всем пока!